Друзья, под ваши аплодисменты встречайте на сцене Людмила Астафьева. Спасибо большое. Спасибо большое. Друзья, ребята, я завершаю вот этот большой блог и имею таки сказать за ассортимент в целом. Действительно, вот вы сейчас видели, да, ассортимент очень большой, и каждый найдет там что-то свое. И вот за последний год мы выпустили, по-моему, мне говорили 115 наименований вошло в магазин EnelStore. 115 наименований. Мы абсолютно вменяемые люди, мы понимаем, что вошли они не одинаково. Среди этих 115 наименований были большие находки, были вещи, которые можно назвать даже ошибками. Мы к этому относимся нормально и спокойно. Кто не ищет, тот не ошибается. У бизнеса всегда должно быть право на ошибку, иначе он просто не может развиваться. Но главное то, что, вот понимаете, к ассортименту мы относимся очень серьезно и понимаем, что если это выстрелило, значит мы будем развиваться, мы ищем идеи. Мы будем выводить из ассортимента. Это не священная корова. И я хочу поделиться с вами стратегией компаний и отношением к ассортименту в целом. Потому что хороший бизнес – это хороший продукт. Это вот один из постулатов, который очень важен. Когда в 2003 году, вот сегодня выступал Жан Мари, появился Energy Diet на рынке, когда Дима Дмитрий Хохлов привез первые вот эти порошки, но это было 2003 год. Какие заменители пищи? Вы о чем? Какая еда в порошке? Зачем? Его не поняли даже партнеры ближайшие. Кто это будет употреблять? Кто это будет есть? Понимаете, в 2003 году не было рынка правильного питания. ПП не было модным понятием. Не было рынка заменителей пищи. И по сути дела компания НЛ, она формировала этот рынок. Компания НЛ участвовала в том, чтобы понятие ПП сегодня стало столь популярным. Она формировала это понятие. И сегодня все, что касается Energy Diet, ну, по не от нас зависящим причинам, не в России, а в странах СНГ. Все, что касается смарта, это, понимаете, мы флагманы сегодня на этом рынке. Мы флагманы, и это наш флагманский продукт. Это наш флагманский продукт. И мы продолжаем думать про ассортимент, понимаете? Вот как тогда, в начале, когда вообще ничего не было. Потом, понимаете, вот эта мысль об ассортименте, что там должно быть. Менялись концепции, менялись подходы, должно быть так, должно быть этак. И этот процесс, он неостановим. И сейчас, вот, наверное, сейчас, вот в 18-летие, вот эти, вот работа в ту сторону, анализ рынка, анализ наших желаний, это именно, вот, на поляне ассортимента, это невероятно важно. Вот смотрите, очень часто, вот мы говорим, вот столько продуктов ввели, и, как бы, ну, действительно, очень многие из вас продвигали, как бы и от компании мы продвигали, это супермаркет, в котором вообще должно быть все. Когда мы периодически проводим опросы на сайте, спрашиваем, что должно быть в супермаркете NL Store, боже, все. От памперсов до собачьего корма. Ну, это же NL Store, а где памперсы? А очень нужно. Знаете такое, да? А как же собаки? Это ж огромная целевая аудитория. Собачий корм, каша, это действительно гигантский рынок. И вот сейчас я буду вам объяснять с точки зрения некоторые вещи. Вот что нам совершенно очевидно, мы, как бы, мы поиграли в эту игру, и что нам очевидно, понимаете, мы не хотим конкурировать с супермаркетами. Это неправильно. Конкурировать с ритейлом, в котором вот зашел и вообще все купил, это, ну, бессмысленно, бездарно. Это трудно и не нужно. Мы хорошо понимаем, что у нас должен быть фокус. У нас должен быть фокус в нашем магазине. И мы думали, а какой это должен быть фокус? То есть смотрите, ну, вот мы говорим, ПП, классная тема. Наверное, этот фокус правильное питание. И это самая большая группа наших продуктов. Но если мы ставим фокус на правильное питание, тогда вообще, вот мы говорим, наш фокус правильное питание, будет весь ассортимент собираться только вокруг этого. Тогда из ассортимента должна уйти зубная паста, средства по уборке, косметика, опять же. Вы к этому готовы? И я не готова. Значит, неправильно. Значит, это не тот фокус. Безусловно, правильное питание – это очень важно, это флагман. Но значит, фокус надо ставить не на это. И вы знаете, на что хочется ставить фокус? И в какую сторону мы сейчас думаем? И понимаем, что это именно та дорога, куда нужно идти. Вот наш продукт мы не случайно назвали смарт. Вот ничего не бывает случайного. Понимаете, вот с 2003 года мир изменился. Потребитель стал грамотнее. Люди научились читать этикетки. Люди получили доступ к информации. Люди стали думать о своем здоровье. Вот это само понятие смарт. Потребитель стал умнее. Потребитель стал продвинутей. Потребитель стал совсем другим. И мы понимаем, что вот именно в этом понятии смарт и есть наш фокус. Потому что за эти годы выросло другое поколение потребителей – смарт-потребителей. Поэтому вот эта установка, все, что предлагается в нашем магазине, направлена на смарт-потребление. Это магазин умных продуктов. Смарт-питание, смарт-косметика, смарт-уход. Но слово смарт – это именно ключевое слово. Потому что вот на самом деле то, что происходит, то, что потребитель становится продвинутей и умнее, нам это невероятно нравится. Невероятно нравится. И если угодно, то это миссия компании «Энель», чтобы вот таких людей становилось еще больше. АПЛОДИСМЕНТЫ И мы хотим своими продуктами помогать им становиться такими. Мы хотим, чтобы они внимательно читали этикетки. Мы хотим делать вот это смарт. Мы его и делаем. И хотим именно в эту сторону развиваться. Делать им вот такое смарт-предложение. А что это значит? Это значит, что продукт однозначно безопасен. Вот что называется, отсюда не прилетит. Здесь вреда не будет. Это значит, что этот продукт о тебе, потребителе, заботится. Он полезен. И это значит, что этот продукт каким-то образом, и, конечно, качественный, этот продукт меняет твою жизнь в лучшую сторону. Вот я это потребляю, и моя жизнь меняется в лучшую сторону. Но потребление мое становится более осмысленным. Вот не на автомате, не обо что, не все равно. Мы хотим расширять именно вот этот рынок осмысленного потребления. Нравится вам эта идея? АПЛОДИСМЕНТЫ Смарт-потребление, смарт-питание. И еще обязательно, да, у нас и еще и продукт этот обязательно должен быть честным. И на наших этикетках, даже если кому-то не нравится или вызывает сомнение какой-то компонент, но, тем не менее, на наших этикетках написано именно то, что содержится внутри. Чтобы об этом не говорили кто бы, где бы, даже на телевизионных экранах. АПЛОДИСМЕНТЫ Потому что принцип честной этикетки – это вопрос отношения к своему потребителю. Это вопрос честности компании, которая пришла на этот рынок не на один день. Она выстраивает совсем другие отношения со своими потребителями. И еще один очень важный момент. В продукте обязательно должна быть фишка. Выпуская продукт на рынок, мы стараемся найти эту фишку. И сейчас мы очень хотим продвигаться в эту сторону, в сторону инноваций, в сторону высокой технологичности, в сторону отстройки. Потому что смарт-продукт, в котором есть фишка, он притягивает людей. Такой продукт вам легко продавать. Это продукт для современных людей, продвинутых людей. И вот наши планы как бы в этот день 18-летия в сторону ассортимента, вот они все вот на этой поляне. Они на этой поляне, потому что вот это направление, оно очень правильное. И я сегодня с большой радостью хочу, мне поручено, мне поручили представить вам два продукта, которые абсолютно вот с моей точки зрения укладываются вот в эту парадигму смарт-продуктов. Они оба на поляне ПП, они оба вот в этой флагманской категории продуктов. О чем речь? Значит, первый продукт. Это, да, это насыпаем тоже, да. Но это не коктейль. Размешиваем. В шейкер можно, но это не суп. Это тоже, в общем, это не заменитель питания, но в шейкер можно. В шейкер можно, но молока не нужно. Молока не нужно, но тоже нужно встряхивать. Ну, чё, как-то версии, может, нет? Ну, ладно, чё уж я вас буду мучить. В общем, шейкер нужно, не можно. В общем, оно, но не оно. Коктейль, но не коктейль. Внимание на экран. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Очень скоро это май и июнь. Простите, пожалуйста, надо было с этого начать. Но не волнуйтесь, еще будет и то, что завтра. Не волнуйтесь. Май и июнь, вот эти два продукта выйдут в этом диапазоне. Это очень скоро. Сейчас прямо все уже к этому готовится. Так вот, там будет три вкуса. Первый, это будет зеленый смузи. Зеленый смузи. Смузи детокс. Это киви и сельдерей. Спасибо, Светлана Петровна, спасибо огромное. Это киви и сельдерей. Вот и суфлер в зале есть. Второй смузи, это красный смузи. Это силуэт. Первый чистит, второй утончает. Там будет арбуз и клубника. И третий смузи, это оранжевый смузи. Это тот, который дает жизненную энергию, повышает жизненный тонус, чистит от антиоксидантов. Вообще незаменимая вещь. Там будет облепиха и тыква. Сколько я выучила, а? Обалдеть. А еще там будут суперфуды. Это такие штуки, которые добавляют... Значит так, вот сейчас проверяем мою память. Там будут семена чиа. Там будут отруби овсяные. Там будет пророщенная пшеница. И вот эта фишка, я просто обалдела. Шелуха семян подорожника. А? Ребят, вы вдумайтесь. Вот эти все вещи, они невероятно полезны. Но кто из нас, находясь в здравом уме и твердой памяти, начнет с удовольствием поедать шелуху семян подорожника, отруби? Ну, есть любители пророщенной пшеницы. Это полезно, но есть невозможно. А вот фокус смузи как раз в том, что туда можно поместить кучу полезных ингредиентов. И это за счет консистенции, за счет самого смешения овощей и фруктов превращается в качественный продукт. Они все без сахара. Они все без клютена. Они все с минимальной калорийностью. Там... Ну, не помню я, сколько калорийных. Можно, детям можно. А детям это вообще отдельная тема. Потому что вот ребенок, которого надо накормить этими отрубями, ну, это ж какого героизма должна быть мать? Это ж нельзя так над ребенком издеваться. А тут, ну, деточка, смузи. И все хорошо. И смарт попадает в концепцию смарт. Смарт питание, смарт потребление. И второй продукт. А второй продукт, он такой, знаете, это для тех, кому... Так хочется сладкого. Ну, так хочется сладкого. Ну, сил нет, как хочется сладкого. Ну, мне же нельзя сладкого. Я же на диете. Боже мой. А так хочется вот этого вот поесть. Ну, да что, с ума сошли. Там же сахар, там столько калорий. А вкусовые рецепторы плачут. А мозг бьется, ему нужны углеводы. Что же делать-то? Так хочется сладкого, но ведь нельзя. Ведь совершенно нельзя. Теперь можно. Внимание на экран. Субтитры сделал DimaTorzok Как говорил Карлсон, А у тебя есть банка варенья и побольше? Малыш, неси сюда варенье. Ну, представляете, съесть вот там 250 граммов баночку варенья, сколько там сахара. Джемы без сахара. Джемы на стевии. С натуральными фруктами и невероятно вкусные. Скоро, ребята, совсем скоро. И, ну, я знаю, что для многих моя персона ассоциируется как бы с новостями. Вот то, что я сейчас представила, я вам намекнула уже, что что-то будет и совсем-совсем скоро. Это еще не все, потому что завтра вас ждет еще один очень большой сюрприз в расширении нашего ассортимента. Так что, друзья мои, я надеюсь, что вы меня услышали. И я надеюсь, что вы со мной согласны. И я надеюсь, что это, я уверена, что это наше с вами общее правильное направление. Расширять рынок смарт-продуктов. Потому что мы за грамотное, продвинутое смарт-потребление. Спасибо вам большое. Людмила Астапьева.